Мне кажется, сегодня снег пойдет, как думаешь? Может быть, погода облачная такая? Гуд, гуд чаки нам гуд показывает. Вода теплая. Да, вода очень теплая? Водорог и сам просто. Ооо, какой тут цвет воды! Она сейчас выпнут от сына. Говорят, что секрет соуса идет через тысячелетие. Всем привет, вы на канале Интересные Путешествия, а мы вот такой классной компанией отдыхаем в Египте зимой, ребята! Да, здесь потрясающая погода, если не снимать зимнюю куртку. Собственно, этим мы и занимаемся. Мы нормально оделись, потому что сегодня пасмурная погода. Я не знаю, сколько даже градусов. Приходится гонять в куртке, а что поделать? Суровый зимний отдых в Египте. Кто бы мог подумать. Сейчас пойдем на бассейн, отдохнем немножко, что-нибудь поделаем, может, какой-нибудь коктейльчик продегустируем. А потом мы отправимся, кстати, сегодня с вами в Сальхашиш. Это еще один район Хургады или даже город, где также люди отдыхают, тусят и говорят там очень даже неплохо. На бассейне сегодня вообще никого. Все замерзли, походу, как и мы. Сидят в лобби. В лобби тоже холодно, морозно. Мне кажется, сегодня снег пойдет, как думаешь? Может быть, погода облачная такая, непонятная. Че, как у тебя сегодня? Нормально? Не прекращается. Всю ночь кашляло, представляете, ребят? О, ничего себе, привет! Ты че? Не, мы нормально оделись, но ты даешь, конечно. Слушай, да не, это они прикалываются. Какой купаются, холодно, блин, транзец. Нет, крабов еще. А, опять? Да. Не, они придут. Мне кажется, им тоже холодно, они с пяткой ушли. Ну да, да. Не, я не знаю, как. Да это русские странные купаются, блин, на улице зима, Египет. Какое лето, нифига себе! Ну как сильно? Мне пока вообще не жарко, я тебе скажу. Я уже минут 15 в куртке, мне не жарко. Ну, не, ну, холодно. Кто бы мог подумать, что в Египте понадобится зимняя куртка, да? И кто бы мог подумать, что в ней даже не будет жарко? Конечно. А все, у кого нет зимней куртки с собой, вот сидят на лобби, мучаются. Ну да, им даже не выйти. На лобби тоже как бы не жарко, они там греются горячительными напитками. А мы можем выйти прогуляться, подышать свежим морским воздухом, ну да. Ну только я и говорил, надо покупать зимние куртки, они когда-нибудь да пригодятся. Кремом хоть намазалось, ноги сгорят. Главное, я не сгорю. Ноги могут сгореть, кремом надо намазаться. Ну ветерок, я смотрю, поддувает. Нормально, тепло? Но не жарко, да? Не жарко. В этом ты и прикошь, тепло, но не жарко. Кофточку у нас. Кофточку, да? Мне кажется, чтобы разогреться, надо немного выпить, а то мы что-то, ну прям уж замерзли сильно. Что там, пивко есть? Или ты что, погорячее взял? Погорячее. Погорячее? А ван бир есть? Да блин, там где-то есть. Он меня не узнал. Он меня не узнал. Он каждый день на веселе, конечно. Не узнал меня, говорит. Прикиньте. Капучино? Есть капучино? Есть капучино. Вон капучино, фор мадам. Фор замерзший мадам. Так ему тоже холодно, посмотрите. Вы думаете, мы прикалываемся? Нет. Забыл напомнить, ребят, что мы отдыхаем в Египте, в Хургаде, в отеле 5 звезд. Называется Гавайя Ривьера Резорт и Аквапарк. Рядом у нас есть также Гавайя Ле Жардин. Можно пользоваться их территорией, можно пользоваться нашей территорией. Приехали мы туром на 10 дней. Тур на двоих стоил 35 тысяч. Почему так дешево? Потому что я туру беру по ссылкам в описании. Там самые низкие цены, самые горячие предложения. Если захотите бюджетненько отдохнуть в Египте, бронируйте сам. Посмотрите, там кто-то купается. Как они это делают? Просто я не могу. Мы до сих пор гуляем в зимней куртке. Мне просто тепло, но даже не жарко. Кофейку тепленького взяли. Отдыхаем по полной. Сейчас поедем в гашиш. Саль-хаш. Саль-хашиш. Хеллоу. Тебе не холодно, бро? Привет. Хорошенко. Тебе не холодно? Холодно ж зима. Холодно. Нет, я горячий. А, горячий египетский парень. Нет, горячий. А, по-горячей что-то любят? По-горячей. Не, мы что-то замерзли. Мы пойдем посмотрим, что там дальше в Ле Жардине творится. Попадаем на территорию Ле Жардин. Здесь такая классная территория. Зеленая. Позади аквапарк. Там пара человек даже купаются. Я, если честно, не понимаю. Наверное, из Сибири приехали закаленные. Мы как бы-то особо так не готовы к такому отдыху. У вас ребята тоже закаленные вообще. Ну да, да. Ну, все равно, да. Дали слабину. Вот такой вот отдых в Египте-то зимой. А вы как хотели? Расслабляться не получается. Никого нет на бассейне, потому что очень холодно. Нет, ну я уже расстегнулась, ты знаешь. Ну ладно. Комеда становится. К обеду теплее, да. К обеду можно весеннюю куртку уже одевать. Зимнюю можно убирать. Да, вот и основной бассейн Ле Жардин. Здесь в целом-то что-то вообще людей особо и нету. Пару человек купаются. Я не знаю, вода, наверное, тут сколько? 30 градусов, что они купаются. Мне вообще холодно. Ну вот тут на бассейне, в принципе, нормально, тепло. А там у нас вообще холодно. Смотрите, вон наш бро тоже. Куртки, смотрите. Не мы единственные в куртке. Вот тоже парень. Ну, зимняя куртка. Он сидит отдыхать на бассейне в зимней куртке. Думаете, мы не прикалываемся? Реально холодно. То есть там, может, градусов и много, но ощущается вообще не так уж и сладко. Мы не зря брали зимние куртки, потому что отдыхать зимой здесь нужно в зимних куртках. А то, что вам там все пишут, типа, зимой в Египте нормально, да не знаю, может, люди прикалываются или в каком-то другом в Египте отдыхают. В нашем Египте ни хрена не жарко. В нашем Египте прохладно. Единственное, вот спасают подогреваемый бассейн. Там как бы температура нормальная. Но, опять же, когда вы выйдете из бассейна, то что будет? Вы знаете. Просто замерзнете. Решили устроить фотосессию с унылым львом. Вот, а даже все есть. Все включено, все фоткаются. Good, good Chucky нам good показывает. Знаете, Chucky dancing. У него с шорты подспали. У него сейчас все достоинство вывалится. Вот это, я понимаю, нормальный отдых. Зимний, египетский. Давай, все здесь. Chucky, Leon, все здесь. Практически уже отправляемся в Сальхашиш. Естественно, надо в пару магазов зайти, в аптеку и в Vodafone. Потому что у меня симки интернет кончился. Я надеюсь, что он здесь работает сейчас уже. Юля кашляет. Всю ночь кашлял. Просто ради особого сиропа говорят нормальный. Можно... Он без алкоголя. Алкоголь free. Алкоголь free, все free. Так, тут по-английски вот написано в принципе. С собой. У меня же чемодан. Мутаген. Мутаген написано. Прикол. Но антибиотики есть уже. Нужно это от кашля. Без антибиотики, без кашля, без кашля, без кашля, без горла. Это тысяча миллиграмм. Антибиотики я имею в виду. Антибиотики надо. Надо только вот либо сироп, либо таблетки. Ну, сироп, мне кажется, тоже подойдет. Сироп, таблетки, это самое хорошее. Зачем он нужен? Для явно спереди. Google или... Я не знаю. Я вот Google переводчиком пользуюсь. Смотрите. Там есть функция. Вы просто наводите камеру на текст, а он сразу вам переводит. Очень удобно. То есть вот вам текст сразу с английского на русский. Вы можете просто так же читать эту инструкцию. Я сейчас взял, поднес просто камеру. Мне сразу же перевело все. Я прочитал. Вообще просто новые технологии. Привет, привет! Че, как дела? Сальхашиш надо. Знаешь, сколько километров? Сколько? Смотри, контанут у меня есть. Ну, 20 минут ехать. Ага! Нет, надо. Сколько денег? Больше денег. Подождите, я скажу, правда, на сколько километров, на сколько километров, на сколько минут ехать? Минут ехать 35. Тридцать, да. И ехать туда километра отсюда, нахуй, на 15, на 20. 40, наверное. 48. Ну, 48. Ну, 48. Сколько денег-то будет стоить? Нет, еще. Я отсюда. 15, 15, а точнее 48. Подожди ты, братан. 15 и 15 до Сензумуль. Это 30. Еще 12 до Сахахашиш. Ну да. Ай-яй-яй, братан, не обман. Смотри, смотри. Да не, сколько денег стоит? Сколько это русский турист стал? Тимурчик красавчик. Все русские туристы, все русские туристы. Все русские туристы, красавчик. Ну и сколько стоит? У вас хотим только туда или туда, братан? Туда. Ну туда точно надо? Ну, если тут только туда, 15. Если туда, брат, мы 22. Угу. Ну, что-то многовато. Смотри, братуха. Говори, 15. Есть ли, есть ли, есть ли, я тебя под базами, смотри. Ладно, мы сейчас поищем поменьше, а потом повезешь бесплатно. В общем, заторговались, едем за 500 рублей. Получается, в Сальхашиш. Отсюда около 40 километров ехать. Минут 30, наверное. Сейчас там погуляем, посмотрим, что как. Пока вообще ничего не понятно. Но говорят, там круто. Мне просто подписчик в инстаграм написал, говорит, крутое место, вот из всех районов Хонгадо, говорит, мне понравилось больше Сальхашиш. Там, говорит, все тоже красиво, там набережная, все дела. Пляжи хорошие. Получасика где-то ехали, и в итоге приехали. Че там? Он говорит, что я пока еще здесь, я, говорит, братан, здесь посплю. Да ладно. И возвращайся, разбуди меня, я тебя отвезу обратно. Так нам надо... 500 рублей. Слушай, надо вам сказать, разбуди 5 долларов. Так, приехали мы в Сальхашиш. Сейчас будем изведывать новые территории. Смотрю, тут тоже все в курточках ходят. В общем, а то мы все, наверное, думаем, что мы прикалываемся в куртках. Вон там тоже люди в куртках стоят. Здесь тоже новый район, по типу как Эльгуна. Ну, как новый. Я имею в виду не новый, а свежий, нормальный, человеческий. Да идите вы, тут пешеходный переход и нормальная машина. Это Ягуар едет. О, цивилизация, отлично. Как обычно, никого нет, гуляем только мы. Мы снимаем фильм, снимаем, что надо расчищать площадку даже. Ну, тут в целом тоже так цивилизация. Только мы не совсем понимаем, что вот это такое. Вот это вот какие-то колонны. Там, ну, не бассейн, там речка какая-то протекает. Фонтан, ну, фонтан, да. И он туда идет, идет до моря, да. Каскад фонтанов, смотрите. Цветочки, красотища. Еще солнышко чуть-чуть бы побольше пробилось. Здесь, смотрите, вот. О, вот тут надо, что-то нормальное можно сделать. Интересно, конечно, гулять по туристическим местам, где турист лишь только ты один. Как так бывает у нас? Часто, кстати, у нас так происходит, что мы приезжаем, вообще никого нет. Единственное, вот уборщики есть и еще вот одни ребята, которые спереди. Все, больше здесь никого. Представляете? Уникальный случай, мне кажется. Я хочу сказать, что в эту поездку у нас просто там... Мы целое заведение вот снимаем, потому что никого, кроме нас, там больше не бывает. И даже целый курорт. Тут у нас есть лягуна, сальха шиш. Посмотрите. Ну, да. Мы, кстати, тогда, да, в кафешки заходим, там никогда не... Мы даже в клуб вчера зашли, который у нас приотельный, там пять человек всего было. Блин, да, с фонтанами, конечно, тут повеселее было бы. К сожалению, не работает. Петражина, окна в витражине. Да, вообще здорово. Круто, круто. Есть хорошие места в Египте. Да, уж даже не верится, что мы сейчас в Египте. Места потрясающие. Все прям красиво. Смотрите, там бассейн пустой, никого нет в бассейне. Не сезон. Магазин тоже все даже здесь закрыты. Туристов нет. Ну, походу, в не сезон здесь вообще тишина. Ну, я смотрю, тут вот так... Отели, как обычно. Здесь между отелями прогулочная улица есть. Ну, люди. Люди. Ну, как немного. Их человек 10, наверное, максимум здесь. И здесь возле каждой шезлонг закрыт от ветра защита. Цивилизация. Кстати, ветра вот здесь нет вообще, мы пока стоим. Очень хорошо, тихо, спокойно. Пейзажи великолепные. Там сзади горы, видно, не видно вам, я не знаю. Даже поливалки есть, цветочки поливают. Как всегда, просто красота, ребята. Так ты заметь, вот эта набережная, отдельно велодорожка, отдельно пешеходная дорожка. Очень цивильно, очень. Какой-то... Тут, наверное, я не знаю, надо потом вообще посмотреть, что тут за отели, какие цены. Ну, я посмотрел некоторые отели, которые мы проезжали. Я видел, пока мы когда бронировали. То есть, они стоили примерно на... Это не Сальхашиш. Да, они стоили примерно на 50% дороже, чем наш отель. Просто наш отель 35 тысяч стоил. А эти тысяч по 55, они здесь 55, максимум 60. Если от аэропорта в правую сторону, отели тут хорошие, гигантские территории, шикарные у многих. Но все равно надо тщательно выбирать. А вот именно с Альхашиш, конечно, мы вообще не знали, что такое существует. Про это местечко мне в Инстаграм написала подписчица буквально за день до нашей поездки. И ей спасибо огромное. Ребят, здесь цвет воды через очки просто космос. Очень красивая. Единственное, видите, вам, наверное, не... Вода теплая вода. Вода теплая. Да, вода очень теплая. Водорог и сам просто. Смотрите, какой вход идеальный. Просто красотища. Вход классный, никаких кораллов, ничего нету. Вон, буйки сразу же. Ну, заплатив 500 рублей, можно просто приехать на идеальный пляж. Ну, да, на день. Тут глубина, смотри. Все людей везет и везет обратно. Глубина хорошая. Вон, ребята, люди какие-то плавают. Просто не сидят на пляже. Нет, нет, они встали, я только что видел. Здесь вот, буквально 5-7 метров проходишь, а у тебя уже около полутора... Ну, почти даже 2 метра. Не верю. Давай. Блин, да. 25, ну, 25 так точно есть. Шикарная водичка, офигенная. А, сейчас бы солнышко, солнышко побольше. Как термальный источник. Вообще классное место. Вот это другой Египет. Я вообще удивляюсь, скажи, второй день подряд я удивляюсь. Такие места, оказывается, в Египте есть. Еще раз могу порекомендовать это место, потому что сам Сальхашиш, он как в бухте как будто находится. И вы сами видели, какие ветра у нас в отеле и какие ветра в Эльгуне. А Сальхашиша зимой отдыхать чем хорошо? Здесь нет ветра. Это все в бухте находится. И вам ветер вообще никак не будет мешать. И водичка здесь дольше остается теплой. То есть сейчас зимой здесь совершенно комфортно купаться. Просто нет солнца. Было бы солнцем, мы бы сейчас тоже бы искупались даже. Солнышко пробивается потихонечку. Да, тельфины. Солнышко пробивается. Я думаю, ребят, теперь вам видно цвет воды. Он, конечно, не на максимальной своей насыщенности, но тем не менее. Вон люди плавают. Какие-то даже эти рифы видишь? Снорклят. Да, да. Вот коралловый. Здесь прям очень хорошо. Здесь коралловый. А вот там только что мы шли. Вон, в самом начале. Вот солнышко пробивается хорошо. Вот там вход идеальный. Ни тапок, ничего не надо. Здесь уже кораллы есть, да. Ооо, какой тут цвет воды! Кораллы! Кораллы! Здесь можно снорклить. Вот это вот все, что я вам показываю, это все кораллы здесь. Цвет воды сногсшибательный. Даже пробивается. Там пофиг то, что пасмурно. Мальдивы. Вот они, мальдивы египетские. Мы нашли египетские мальдивы. Там рыбка вон плавает. Видно вам? Нет? Не знаю. Флаундер, говорит. Она там что-то у нее, ну, подъедает немного лодку. Часть команды, часть корабля. Ну, я так понимаю, здесь точно не заскучаешь. Можно найти, чем заняться. Йога. Дальше ребята в футбол играют. Тут набережная, в целом длинная. Можно брать велики. Я видел самокаты есть. Ветер не дует. Я все-таки посмотрел с Аль-Хашиш. Да, это бухта. Здесь ветра, я так понимаю, не бывает. Идеальное место для отдыха зимой. Проходим территорию отеля. Здесь еще чем удобно. Территория отеля без забора. Можешь прогуляться по ним, посмотреть. Мини-фитнес-зал на минималках с видом на море. А, тут где... А, нет, трава, трава, трава. Здесь просто подстилка, а везде вот трава, вычищено все. Он просто перейдет к этому. Вроде смотрит чистильщик. Там за баром манго валялось много. Теперь... Валялось, продавалось. Ну, теперь у нас плюс одна манго. Нас сейчас выпнут от сына. Скажут, русские перестри приехали. Теперь у нас есть манго. Мы добываем еду просто. Мы сильно хотели есть, и сами ее добыли. Добытчик. Надо еще выпивку таким же методом добить. Повяжу сейчас. Здесь нам всем понравилось больше даже, чем Эльгуна. Очень такой классный вид отдыха. Прям курорт, курорт такой. Ну, да. Здесь пляжи хорошие. Здесь прям песочек. Может быть, вот так вот сюда смотрю. Мне кажется, Намабе чем-то напоминает мне в Шарме. Там тоже пляжи, пляжи, пляжи. Но здесь бухта. Здесь гораздо лучше, чем в Шарме. Ну, сами по себе, виды живописные. Сейчас просто вот солнышко, как только появится, мы увидим и горы, и цвет воды есть. Ну, и его реальный. И все-все-все. Вот так выглядит набережная. Здесь по левой стороне пальмы растут. По правой стороне апартаменты, как я понимаю. Также магазинчики есть, туалеты везде, лаунжи, какие-то залы, бары. Вон, я вижу кальяны. Вот. А здесь вообще, смотрите, пальмовая аллея. Очень-очень хорошее место. Зимний вид отдыха. Прям здесь можно провести. Посмотрел, да, сейчас цены на туры доступны. Очень доступны. Цены там от 60 тысяч начинаются. Ну, это сейчас зимой. Солнышко, солнышко, солнышко. Видите, здесь тоже есть также кафешки, можно посидеть, отдохнуть. Очень приятные здесь места, я вам скажу, прям шикарно. Я уже знаю, куда мы в следующий раз поедем в Хургаду. Это будет район зимний точно, это будет Сальхашиш. Прекрасные кафешки с нормальной музычкой, которая не орет. Просто, да, сидишь, потягиваешь хайникин. Очень все прям прилично. Обед бюджетного туриста. Какой-то сок взяли, булочки. Сыр. Сыр. Очень хорошего качества. Потрясающие виды. 50 рублей. 50 рублей. Сок тоже в районе полтинника. Итак, все, посмотрели мы Сальхашиш. Всем понравилось. Солнышко вылезло, распогодилось. Сейчас стартанем в сторону Эльдахар-базар. Перекусим там что-нибудь еще. Какой-то там местный стритфуд попробуем. Вот, а потом пошопимся. Я думаю, так. Ну, что, Бакишты? Бакишта. Он сначала с водителем ехали, прикалывался. Он такой, о, братишка, братишка. А потом он уже начал путить. Бакишта, Бакишта, говорит, и смеется. Что, Бакишты? Мы приехали в Эльдахар-базар. А он примерно где-то здесь. Сейчас наша задача будет, знаете, какая? Наверное, что-то перекусить. Потому что мы ехали достаточно долго, мне показалось, да? Ехали долго. Бакишта, Бака, Бакишта. Все, наш Бакишта уехал. Вот здесь классная шаурма. Я не знаю. О, смотрите, какие-то смузи делают. Вот она, вот она. Бакишта. Смотри, смузи фреш или что это такое? Прикольное что-то. Фреш? В общем, вот этот коктейль 15 местных стоит. Это 40 рублей наших. Что это, я так и не понял. Его пить или есть надо? Киви, бананы, все там, что-то нету. Ну, его сначала пытаешься попить, а потом пытаешься поесть, да? Выпей, а потом съесть. Пойдемте, посмотрим, что тут за... Можно, конечно, шаурму взять, она здесь вкусная. Либо пройти подальше, посмотреть, там тоже какая-то местная еда есть. В целом, и тут, ну, тут мы уже как-то пробовали. Реально офигенная шаурма. И стоит недорого. А что это такое? Хочу. Хочу, говорит. А что там такое у него? А, смотри. Это вот... Ты вот такую бодягу хочешь? О, хочу, хочу. А что это? Что это? Ван доллар. Ван доллар. Ван доллар эта штука стоит. А вон там еще, спасибо. Это какая-то местная еда, да? Прикольно. Но я это не хочу, я лучше шаурму поем. Ощущение, как будто это еда для рыбы, прикормка. Итак, лайфхак, ребят. Меню превращается в русское. Смотрите. Хлобысь. И теперь я знаю, что здесь дают. Искандеры продаются. Александрийские. Запеканочки. Лук-чечевица. Напитки даже есть. Идем дальше. Хоп, блины, бургер, крем, блинчики, сладкий уголок. Ни хрена я не разобрал, если честно. Реальная хлоргада, это вам не сальхаши. Здесь все по-другому. Здесь много мусора, разные запахи. Хотя, ну, таких-то лишних нету. Просто где-то что-то коптично бывает запах. Людей много. Кстати, что-то тоже стрит-фуд какой-то перекусывают. Я смотрю там, там, там. В целом, просто какая-то суета, как обычно здесь. Ну, это прикольно. Вы будете сидеть в сальхашише. Ну, там, конечно, все круто, лакшери. Но место колорита тоже надо посмотреть. Поэтому обязательно выезжайте из ваших отелей. Приезжайте сюда. Стоит такси чуть ли не с любого отеля 3 доллара. И вы приедете в центр. Погуляете, отведаете вкуснейшего шаурму. Стоит свой вертель. Или я такой вертель никогда в жизни не видел. Оказалось, что здесь есть второй этаж. И можно просто посидеть с прекрасными видами на город. Обалденно. Шаурма. А здесь другая лепешка. Она не сухая. Вкусная. А также само мясо. Оно наверх или вертится. И чувствуется вот это, вот это, вот это поджаристость. Все с курицей. И в целом мне все наше лома. Она не сухая. Она приятная, вкусная. И без какого-то лишнего, ненужного вкуса. Как они это делают, я не знаю, молодцы. Да, нет никакой капусты или морковки. Есть огурец закидывают. Много очень мяса. Какой-то соус специальный. Говорят, что секрет соуса идет через тысячелетие. И сам Тупен Хамон ел эту шаурму с таким же соусом. Я не знаю, правда это или нет, но вот такие вот тут на легенду ходят. Вот вам атмосфера Египта. Зацени прикол, покажи чуть правее. Вот там тротуар есть, а парень идет просто по целой полосе. Вон, видишь, чуть правее, зазуем. Он просто идет по дороге, а мы плохо заходим. Ну, тут все гуляют на расслабоне. А, теперь он идет и переходит. А там самолет справа. Справа вверху самолет. Выше, выше, выше. Вон, летит, да. Красота. Мы вот пока перекусывали, Руслану захотелось булочку эту попробовать. Может, в прошлых выпусках видели, я показывал. Здесь лепешки такие прикольные. Смотрите, они дутые такие, пухлые. Пять я взял. Пять лепешек? Ты чего прикалываешься? Зачем за пять лепешек? А, один, блин, один. Один в руке? Или как он? Фунт один. Это два раз с половиной рубля. Несъедобные? Наверное, в прикус, куда берут их к чему-то. Писные, накисные, знаешь. Соус помогать. Ну, да, да. Это чисто, чтобы желудок забить, чтобы наедаться, я так понимаю. Отправляемся на базар. Здесь базар больше для местных. Но также шмотки всякие продаются прикольные. Можно что-то найти. Там джинсы, кофты, футболки. Вот я вот что-то футболок хочу найти. Надо сейчас поискать. Джинсы, кстати, нормальные, стильные. Как Зара. Ну, или вообще тут написано, что они Зара. Но выглядит... Притом то, что здесь отличается товар от вот этих возле отельных, которые товары. Там они бренды, бренды, бренды. А здесь просто обычные для всех. То есть нету там луи-виттонов всяких. Да, есть. Есть? Но их меньше намного. Прошли весь рынок. Что-то нихрена не нашли. По-моему, здесь вовремя Бальдахар Базар. А вы, кстати, знали, что в Египте... Я не знаю, как сейчас, но раньше было дешевое золото. Здесь вот дофигища. Почти как в Дубае. Цен, походу... Ну, там вроде какие-то бирки есть. Вон. Не знаю. Не знаю. Вообще, как проверить, золото это или нет? Тут уже вопросы возникают. Немного прошли и заходим в совсем другой базар. Называется Эль Дахар Базар. И здесь все начинается просто... Транди, знаете, зайди там туда-сюда, посмотри мой товар. Здесь, в общем, тяжелее торговаться. Но зато женская одежда вроде здесь уже есть. Сейчас что-нибудь найдем. Мужская, женская. Зайди, посмотри мои сувениры. Короче, в магазине футболку не купили. Зашла. Зато девчонку себе взяли. Смотрите. У нас теперь целая банда. У нас компания огромная, смотрите. Пойдем. Мы сейчас будем от каждого ходить к каждому. Один проводил, но к другому идем. Сувениры. Ну, нам чем это надо, не забывай. Так получилось, что опять у нас рабыня из Иргилля, или как ее зовут. Они как-то сами прилипают и просто не стоят. Она ходит, говорит, зачем, непонятно. Мы ее не просим. Она просто говорит, пойдем, я тебе файл-коп покажу. Пойдем мы это... Проводник. Проводник. Потому что здесь другие такие покупатели купить. Она такая, нет, нет, я с ним. Вот наш проводник. Она просто показывает нам магазин. Хотя, в принципе, мы можем сами гулять по магазинам. Это мужской, да, магазин. Нам не надо. Yes, нужен for lady. Торги в самом разгаре. Людей становится больше. А у нас сегодня какой-то вообще не торговый день. Мы ничего не купили себе. Удивительно. В общем, на этом рынке мы ни хрена не нашли. Отправляемся в Шаратон. Ехать 4,5 километра. Примерно 8 минут. Может 10 максимум. Стоит 1 доллар. 1 доллар. Все, 15 минут, 1 доллар. И мы уже здесь. Нас приглашают во все кафешки. Меню посмотреть. Мы на Шаратоне. Сели в старую кафешку. Здесь welcome drink. Сок с этой... Озу или... Самбук или Озу. Хрен его знает. Тебе давай. Вылечит может. Кстати, прикольно. Нет, мне не крем. Прикольно с алексиновым соком. Самбук. Нормальное сочетание. А кто это у нас тут? Привет, привет. Привет, красавчик. Свежевыжатый сок. Ну да. Звукоблендер это не было. Гуама. Свежевыжатый или нет? Свежевыжатый. Все нормально. Ну и по пивку взяли. Сидим, чилим, расслабоним. Стелла. Будешь пиво? Будешь пивко? Креветосы поднесли. Такая вот порция креветочек. Все стоит очень недорого, доступно. Сидим. Тут, смотрите, все прям хорошо. Картошечку поднесли. Вообще, Шаратон-стрит это улица очень такая шумная, насыщенная абсолютно всем. Есть кафешки, сувенирные лавки, магазины с одеждой, очки разные продают. В общем, если хотите как-то провести время, ну не сидеть вечерком, например, в отеле, приезжайте на Шаратон-стрит. Возьмите там сотину баксов, здесь можно будет что-то прикупить, сувениры для соседей или что там, эту, пепельницу какую-нибудь соседу подарить, чтобы не курил на балконе. Ну и так далее. Все это здесь вы найдете. Я вообще всю поездку ищу просто себе вот костюм мужской такой, чтобы верх и низ был. У них вообще нету такого. Не понимаю я этого. Где у них такой костюм можно надыбать? Ну, Дон Джоан сидит. Сан-Антон. Ну, зазнакомился, нормально все. Ты что, я развел? Так я шопиться пришел, а не сидеть, дай мне пошопиться. Вон женские, кстати, костюмы есть. Карл Лагерфелл, вон есть. Выбирай любую сумку, я плачу. Луи Виттон, Майкл Корс, Гис, Майкл Корс. Выбирай, я сегодня добрый. Ну, прикольно, красиво, да. Веерок такой. Купили чемодан, потому что наш развалился в конец. Стоил он 800 фунтов, это примерно 2000 рублей. Чемодан 2000 рублей. Посмотрим просто, насколько его хватит. Предыдущий чемодан мы также покупали в Египте. Хватило ровно на год. Сломался пол, вообще все разлетелось. Стартуем в сторону отеля. Закупились, что-то там. Что мы накупили? Мы купили сок, воду, чипсы, все. Каких-то безделушек. А, ну и киви ты еще. Слушайте, я свежевыжатый сок киви купил прямо в супермаркете, прямо при мне сделали, прямо за 40 рублей. Круто ж. У нас такого, к сожалению, нету. Вот такой вот веселенький денек сегодня получился. Изведывали новые места. Надеюсь, что вам понравилось. На сегодня все. Всем пока. Пока.